Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ландшафтный дизайн – это комплекс мероприятий, основная задача с которых – это благоустройство территории, а также, чтобы сделать ее комфортной. Это программа «Подворье», я его ведущая Полина Доленская. Сегодня гость нашей программы Анастасия Толстоухова пригласила нас на дачный участок для того, чтобы показать его и рассказать. Анастасия, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, про ваше увлечение, про благоустройство своего участка. Хорошо. Мы этот участок уже осваиваем лет 10, больше чуть-чуть 10 лет. И самое важное, что мы хотим сделать, чтобы он был функциональный. Когда мы только начинали осваивать данный участок, он весь был в шиповнике, был один песок, ну, как лес сосновый бор, вокруг сосна растут. И, соответственно, мы хотели зелень, хотели газон, хотели кустики, цветы. И вот на сегодня, в течение 10 лет, у нас немножко зелень появилась, да. И мы первоначально, конечно, разделили на зоны. Потому что... Вообще, как бы ваш дачный участок, он больше предполагает как зону летнего отдыха или все-таки для засолок, грядки, теплички? Ну, скорее всего, летний отдых, да, потому что у нас четверо детей, где есть разгуляться. Поэтому все для детей, все для того, чтобы отдохнуть после тяжелых рабочих дней, да. И, соответственно, вот мы как бы зонально разделили наш участок, скажем, на три большие зоны. Ну, вот эту переднюю часть, да. Первая часть, она у нас фактически ничем не заселена, да, потому что тут машины стоят, гараж, да, то есть водовозка приезжает. И, соответственно, ну, самое то, что мы сделали здесь, посадили деревья. Вот те акации, которые растут, моя мама прямо семенами посадила. Вот эти кустики вот. Да, эти акации, которые мы прямо семенами сажали, рассаду делали. И, соответственно, они у нас уже пятый год, ну, в таком виде. И в этом году я их обрезала, они стали более мустые. И, соответственно, вот эта зона такая, дорожная, можно сказать. Давайте дальше тогда. Сделали со старшим сыном вот такой диванчик. Старшему сыну во сколько лет? 16 лет. Ну, он тогда был еще маленький, лет 9, вот как второй сын, да. И, соответственно, вот хотели где-то посидеть. Не было места сидеть. Ну, придумали поддоны, самое то, что было под рукой. Самое доступное стройматериал. Покрасили, он был у нас сперва вот большой полностью вот до сюда. А потом, померяя, как бы, жития-бытия, мы его обрезали, потому что он был у нас как кровать большая, да. И, соответственно, сейчас сидеть удобно, подушки сделали. И самое то, что, как бы, скажем, красиво ежегодно появляется. Какие вы сделали очень красивые. Цветы мы посадили в одноразовые посуды. И очень удобно сюда класть. И как рассаду, ну, в марте месяце и весной мы рассаду делаем цветов. И когда лето наступает, холода проходит, мы просто ставим вот эти донышки, и у нас появляется вот такая красота. Каждое лето можно по цвету, да, расставлять разное одно лето. То в желтом цвету, другое лето, все в розовом. Вот мне очень понравилось вот возле шиповника, все-таки некоторые кусты сохранили, вот именно вот эта зона. Очень красивая такая скамейка со столиком. Мы когда пришли, вот этот куст, он был очень маленький. Мы не стали его обрезать, ничего с ним не делать, просто взяли, сохранили. И в прошлом году муж сделал вот такую скамеечку, где можно сесть утром, вечером, чай попить. Сюда можно выйти с чашечкой кофе, с книгой, с телефоном посидеть. Очень удобно, когда приходят гости, поговорить, поболтать, сесть. И вот цветник у нас, в этом году мы сделали вот такой большой цветник, потому что, во-первых, участок очень большой. Если маленький цветочек, он вообще не смотрится. Поэтому в этом году решили вот такой цветник большой сделать. Посадили рудбейки, бархатцы, мама рассады угостила. Даже велосипед использовали, да, как подставка для цветов? Да, велосипед, он у нас лежал очень долго. Мы решили позапрошлом году его покрасить, вот со вторым сыном покрасили. И в этом году я вот решилась на розы, потому что насчитано, что она очень такая прихотливая. Капризная для наших послуги. На самом деле, оказывается, не так она прихотлива, да. Вот такая роза Космос. Муж в этом году смастерил вот такое кресло. Сделала, сшила вот, как говорится... Накидку. Накидку. И выйти с чашечкой кофе, посидеть, просто почитать. Просто полноценная фотозона. Фотозона. Да. Вот я смотрю, у вас очень красивая дорожка здесь идет. Вы ее тоже сами прокладывали? Дорожки мы прокладывали прямо с мая месяца. Хотели сперва деревянную дорожку, потом хотели бетонную дорожку. Но потом все-таки природа ближе и краше, сама собой. И начались прямо с мая месяца. И вот фактически до конца мы вот недели две назад только его закончили. И вот сразу видно, где трава растет, да, где пока ее нету. Потом вот этот стол, да. Мы, конечно, когда террасы не было, мы делали шашлыки и тоже хотели где-то сесть и покушать. Соответственно, гостей пригласили, друзья приходили. Муж мастерил стол. Это было года четыре назад, да. Мы его все-таки, он был сперва такой деревянного цвета, да, бесцветный. А потом мы его года два назад покрасили белой, потому что решили, все тут будет белое, да, по цвету. И вот цветы посадили вокруг клумбы. В этом году... У вас вот арка очень красивая. А вот сделали арку. Вот у нас ипомея немножко оказывает прямо в середине лета, да. Такие вещи растения подобрали специально. Я представляю, как летом в самом цвету, а какая очень красивая ядра. Да, она очень зеленая, цветами и так далее. Но и здесь еще хотелось так, чтобы все-таки вот то, что территория большая и она огромная, да, хочется, чтобы она не была плоской, а была какая-то объемность, да. И мы посадили, сделали вот такую штуку по трем клумбам. Ну, просто деревяшка сюда. Мы прикрепили горшочек и здесь мы посадили вот такую лобенду. И она в трех точках. Кстати, очень бюджетно, доступно и просто, и красиво. Мы как бы стараемся, чтобы это было все-таки своими руками, да, и все-таки бюджет тоже очень заказывается, да. Потом мы решили, чтобы эта вся красота какая-то была хорошая, решили сделать вот такие кустики. Я вам сегодня мастер-класс покажу, вот как сделать такие кустики. Но она у нас, у нас есть четыре. Это оплетается именно вокруг растущего дерева? Нет, это как бы опять срезаются прутики, да. И, соответственно, их надо уже... В Ютубе есть очень много каналов и видео, которые показывают, как это сделать разное. Здесь четыре представлены, которые... Первый кустик, вот, вон тот, немножко не получился. Потом вот этот второй был. Вот в этом году мы сделали вот этот. Но если даже он немножко усыхает, это или это очень сухое, да, соответственно, трещит ли, очень-очень много, прямо с ель, все как бы усохло. И мы хотим осенью его подсветку сделать, такую светодиодную, на нее повесить. То есть вы еще хотите его благоустроить, чтобы оно еще и светилось, да? Да, чтобы была подсветка. И, ну, вот, самый хороший вариант, вот, видно, как его будет... надо будет оплесить. Первое, то, что там веревочки висят, это я, как бы, первый опыт, да? Я сегодня попробую показать тот, который без веревочек, да? Ага. Потом... У вас, вот, я смотрю, здесь бассейн, видимо, этим летом он прям пригодился. Этим летом мы сделали вот такой бассейн, до этого был у нас простой бассейн, как бы, да, синенький. И в этом году заказали такой бассейн, муж сделал вот такую лестницу. И прыгать можно детям однорадостно. Да, мы его просто закрыли, потому что никто не купается. Потом сделали тоже шезлон, сделали такой лежак, выйти там, полежать после бассейна. Дети любят это. У вас четверо детей, самому младшему 5 лет. 5 лет, да. А старшему 16. Кто из детей активнее всего принимает участие именно в благоустройстве вашего дачного участка? Ну, старший принимает, конечно, мы с ним вот это мощение тортуара с ним прямо полностью делали, потому что тут мужская сила нужна была, да, прямо. Потом девочки, ой, девочка у меня одна, трое мальчиков, и мальчики там потаскать цветы отсюда. Я люблю все перетаскивать, поэтому тут мужская сила, с одной стороны, очень нужна, вот цветы переставить, там, что-нибудь, шланг перетащить. Вот это да. Девочка, наверное, любит поливать те самые цветы. Девочка любит, да, ну, помогает поливать. Она следующий год хочет заняться посадками. В этом году она видела, как мы эти все сужали, пытались посадить, и, соответственно, конечно, помощь в этом есть. Вот эта беседка летняя, она у вас как сердце участка. Да, года. Она у вас и с качелями, и очень красиво. Расскажите про нее. Благо, дело у нас зимы долгие, смотрим инстаграм, разные каналы по ландшафтному дизайну, проект полностью собственный, да. Посмотрели там, подсмотрели здесь, и, соответственно, белый цвет – это приоритет. Потом посмотрели, чтобы был там тоже камин, чтобы опять-таки шашлыки и тема шашлыков очень актуальна. Потом хотели качели. У нас были разные качели, но как бы объединить вот тем качели и террасы, вот все это вылилось в две качели, которые дети сейчас с удовольствием и подруги приходят, и друзья приходят, катаются. Качели, наверное, в доме, где есть дети – это обязательный атрибут летнего отдыха. Давайте посмотрим, что там у вас внутри. Давайте пройдемте. Расскажите нам. У вас, я вижу, сделана подсветка светодиодная. Я представляю, как у вас в темное время суток здесь красиво. Вечером очень красиво. Здесь, ну, в этом году мы костры как бы огонь, камин не разжигаем, потому что, ну, здесь пожарная ситуация, да, там очень много сухостоя, поэтому вышли из ситуации свечки поставить, да, очень красиво смотрится вечером. Потом здесь вот цветы поставить, комнатные цветы я вытаскиваю сюда, которые за зиму вот так выживают, подсветка вокруг. И смысл такой, что вот эта концепция, вот эта терраса заключается в том, что не хотелось, чтобы тут стол стоял, стулья стояли, все время приводить их в порядок, поэтому сделали вот такую сидушку. Она удобная, вот можете обратить внимание, что место посадки, оно утоплено здесь. Как лесенка, можно сесть и с этой стороны, и снизу можно сесть, и вот внизу мы сделали щебенку. И нету вот ощущения нагроможденности. Да. Терраса как-то более свободно смотрится, легко, повесили шторы. Еще белый цветан, прям увеличивает пространство, и все такое дает ощущение легкости, воздушности. Вот вы уже все приготовили для нашего мастер-класса. Что мы будем сегодня делать? Мы сегодня сделаем такие же деревья плетеные. Попробую показать, да, уложимся, надеемся. Потом вот хотелось бы отметить то, что вот там вот кресло стоит. Мы в этом году нашли в деревне старые кресла, прямо в 70-м годах, да. Они были очень такие старые, обивка была вся порванная, сломанная. Мы вот всю обивку брали. Оказывается, там есть железный каркас, очень хороший, да. Качество вообще суперское было. Ножки чуть-чуть поменяли, мы его покрасили. Оплетку сами делали? Оплетку сами сделали. Взяли вот стропы, трос купили. Хотели чисто белый, но не нашли. Но вот тоже вариант. Прямо зашили все там. Вот если вот так открыть подушку, да, видно вот такая сеточка, да. И с этой стороны тоже сеточка. Именно плетение такое корзинное. Да, плетение такое корзинное. И очень удобно сидеть. Потом вот столик. У вас два, то есть двое деток могут сидеть на стульчиках, ждать в своей очереди для этих двух кочей. Двое кочей, да. Давайте приступим, наверное, к нашему обучению. Давайте. Значит, для того, чтобы сделать такие деревца, как мы показывали, да, четыре деревца, нужны прутики. Но размер прутиков будет зависеть от того, какое большое дерево вы хотите. Да, то есть я пока вот для мастер-класса взяла вот ну, с метра прутиков, да. Они берутся разные длины, я смотрю. Разные длины, но надо смотреть, какая ива. Да, и желательно, чтобы она была прямая. Вот немножко она тут сокнутая, да. Ничего страшного, но желательно, чтобы она была совсем-совсем прямая. Ну, удобство. То есть, а как вы подготавливаете прутья? Вы его очищаете, чтобы она была ровной? Можно, когда в начале лета... Ну, обычно я готовлю прутья весной, когда начинается вот вербное воскресенье, да, и когда начинается в городе крыш сбрасывать снег, очень много сломанных веток появляется возле дома. То есть, и дерево не вредить, и безотходное производство. Да, и как бы получается так, что вторую жизнь летчикам надоем. Так, для этого нужно будет вот такое кашпо. Желательно, конечно, чтобы оно было прямое. Да, но у меня есть такое, ничего страшного. Прищепки или вот такие зажимы для мешочков. Это специально продается? Это специально зажимы для этих пакетиков, для продуктов. Зажимается. Сколько их нужно? Ну, штук 4, ну, 6, да, сколько у нас будет. Песочек, его немножко потом будем увлажнять. Он у нас немножко влажный. И теперь вот эти прутики надо, чтобы они были парные. Да, то есть или 6 штук, или 8 штук. Но зависит от того, что сколько, насколько вы хотите плотно сделать вот эти плетения, да, ромбики. И обязательно четное количество. Да, обязательно четное количество, потому что это как бы одно сном. Я пока примерно вот так 6 штук распределю. Давайте я вам помогу. Опа! Так же, информирую 2 штуки. Да. И получается, ну, примерно... Оно как, по типу квадрата устанавливается? По кругу мы его пока так положим, да, на равных расстояниях, потому что по ходу мы его... Расстояние примерно от спичечный коробок, 5 сантиметров. Да, зависит от того... А как глубоко их нужно... Да, надо посадить его глубоко, потому что оно потом у нас будет расти. Мы их будем поливать, да, и оно у нас будет расти. То есть оно еще и корни дает? Да, оно очень быстро корни дает, потому что это ива. Куда угодно посадить, оно будет расти. Так, давайте вот этот. Вот этот. Все. Так, теперь... Надо сесть. Так, теперь важно сделать ромбики, да. Ставить крест-накрест. Вот, смотрите, я беру две крайние, да. Ставлю крест-накрест, чтобы у меня вот внизу, да, допустим, пока треугольник, но потом здесь у нас появится ромбик, да. И, соответственно, чуть-чуть можно... То есть берем так, чтобы посередине одна из них оставалась, да? Сделаем вот крест-накрест, вот, одна на другую, и теперь одну, один крючок делаем в другую сторону, да. При этом... Отклоняем. Да. При этом вот одну друг на друга накладываем. При этом мы должны учесть так, чтобы все они... в одну сторону смотрели. То есть, если мы сделали здесь нахлёст на прутик, здесь тоже на прутик. Так, да. То есть, соответственно, вот это следующее сюда переходит. Да, чуть-чуть немножко тут сделаю, да. Потому что по мере, пока первый ряд делается, он все равно будет... Мы его все равно будем двигать. А так как закреплять между собой? То есть пальцев, руки не хватит? Примерно вот так я сделала три ряда. Потом надо будет вот этот прутик сделать назад. То есть, первый ряд вперед, впереди, на переднем плане, а второй на заднем плане. Плетение макраме. Да. Потом сделаю опять-таки здесь уже у меня идет назад. Идет, да. Вот здесь нужно помочь поддержать. Вот это, да, получается, идет вперед. И здесь... Подождите-ка. Я вот эту сторону сюда иду. Так, здесь вот. Сейчас. Опа. То есть, мы таким образом идем по кругу. А здесь она идет вот так. Да. Пойдет. Вот так я покручу. Мне кажется, самое сложное, это, наверное, сделать первый ряд для того, чтобы... Да, чтобы удержать вот эту всю конструкцию. Так, потом мы закручиваем. А потом они уже... Потом опять делаем назад. И я вот сейчас... Вот, подождите-ка. Вот эта сторона идет в эту сторону постоянно. Я его закручиваю. И здесь понадобится... Рук не хватает. И здесь понадобится наша прищепка. Я его просто беру. Но это мы на время, да? Да, это на время, пока мы... Здесь все правильно? Наверху. Чуть-чуть нет. Так, вот опять. То есть, мы смотрим последовательно. А, я поняла. Да, то есть, тут смысл такой, что вот должны получиться румбики. Чуть-чуть вот здесь. Да. Давайте мы, чтобы у нас прищепок тоже хватило. А это? Это, да. Вот в эту сторону. Да. Тоже нахлёст. Правильно, да. Вот так. Да, крест-накрест. Это мы делаем опять вперед на передний план. Опять закручиваем. Мы сейчас дойдем до... Так, где у меня прутик? Вот он, прутик. Да. То есть, мы его все время делаем или на передний план, да, или делаем на задний план. Я поняла. Да. Вы очень правильно поняли, вот этого деревца, как его плести. И получается вот это. Так, это назад. Видимо. Сейчас запутаемся. Так, правильно. И прищепка. Так, вот. Это мы здесь сразу делаем защелку. Так. И в итоге у нас вот получается... Так, вот таким образом. Все, начинаем плести. Так, теперь можно вот нижний ряд уже снять, где мы уже оплели. Так, вот здесь это стоит, я здесь возьму. Я сейчас закончу, да, вот этот, потому что можно это делать бесконечно. Ну, этот процесс, он очень увлекает и успокаивает. И при этом надо смыть. Видите, вот здесь мы немножко не по правилам пошли, да? Мы его, если заметили, что не по правилам пошли, мы его чуть-чуть можем вытащить, пока маленький, да? Пока оно в самом начале, пока в бельху не зашли. Да, и обратно его посадить, да? Так, теперь, значит, вот мы сделали, и здесь мы должны сделать, подождите-ка, дайте-ка сюда, вот. Так, и обратно опять мы делаем зажим, да? И, соответственно, верхний ряд остается у нас. Вот веточка, да, она идет назад. Она идет назад. Да, потом опять вперед. Вот мы можем снять уже зажим нижний. Так, вот это, получается, тогда здесь идет. Да, и мы можем его даже вот здесь прищепнуть. Сейчас мы будем его по кругу крутим и дальше. Так, ну вот такая схемка получилась. Немножко подправить, управить, там, тут ничего страшного. Очень, кстати, просто. Да. А вот еще такой вопрос, для того, чтобы все-таки прутья опустили, дали корни, их можно действительно просто посадить в песок? Желательно, конечно, теперь а горшочек. Чуть горшочек добавить землице, чтобы при пересадке вот этот ком земли был, да? И когда корни оплетают сам горшок, ну, внутри всю землю, перенести очень просто. Если вы посадили, сделали такое дерево весной. То есть прямо с землей можно посадить его. Да, вырыли ямку и, соответственно, его пересадили в эту лунку. И надо его, конечно, поливать потом. И когда летом оно начинает свисти сверху, да, и чтобы вот эта красота, вот эта сеточка была видна, и оно будет расти вот здесь, везде оно будет веточки давать. Их надо обрывать постоянно. И сверху вот такую вот. Ну что, друзья, мы увидели прекрасный участок, мы увидели, как можно создавать собственными руками из доступных материалов красоту на своем участке. Друзья, любите место, где вы живете, создавайте красоту вокруг себя. И, конечно же, приглашайте нас на свою программу. Пишите на номер ватсапа 8-914-273-44-88. Оставляйте заявки, мы обязательно приедем с нашей съемочной группой. А мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Ватсапа 9-1014-273-44-88. А мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Ну вот, по-английски. Пишите на немецкую.